АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ К вечеру. Самое непосредственное. Скажу об этом чуть позже. Я всегда мечтал быть первоклассным доктором. Я представлял, как около моего кабинета выстраивается длинная очередь пациентов. Мои родители хотели меня видеть тоже таким прекрасным врачом. И поэтому я всегда искал причину заболевания. Вот тут оратор недавно выступал и говорил, что в здоровом теле здоровый дух. Я с ним полностью согласен. Но он почему-то сказал такую фразу, что причины болезни именно в теле, а не в душе. Я с ним здесь абсолютно не соглашусь. Надо рассматривать как тело, так и душу человека. Более того, я годами шел к тому, чтобы познать причины болезни. Я сейчас с полной ответственностью заявляю о том, что причины всех наших недугов с телом и вообще проблем в жизни скрываются именно в душе человека. То, что у человека есть различные системы самовосстановления, поддержания гомеостаза, очищения, все это есть. Это безусловно так. Но почему происходит нарушение в этих системах? Конечно, экология, питание, дыхание – это все неотъемлемые части нашей жизни. Это безусловно оказывает влияние на наш организм. Но все-таки первично то, что находится у нас в нашем подсознании, в нашей душе. Сначала я думал, когда занимался гомеопатией, что гомеопатия решит все проблемы. Но со временем я столкнулся с тем, что гомеопатия бессильна перед некоторыми заболеваниями и проблемами человека, в том числе и душевными болезнями. Тогда я стал осваивать психотерапию, эриксеновский гипноз, нейролингвистическое программирование, психодраму, психоанализ, арт-терапию, дештат-терапию, множество других направлений, тогда модных направлений психотерапии. Это меня снабдило конкретными инструментами для того, чтобы проникнуть в святая святых человека, в его душу. И в первую очередь я это делал все на себе, проводил эксперименты. К тому времени я уже занимался аутотренингом. Помните, были книги Владимира Левида, Леви, как правильное ударение. Я еще с ними познакомился, когда учился в 10 классе, на себе все это испробовал, все замечательно работало, прекрасно. Поэтому у меня были уже некоторые определенные наработки, навыки. И вот в процессе своих исследований я пришел к тому, что... Ну, к нескольким открытиям. Скажу так, к нескольким открытиям. Одно из них, то, что человек создает, порождает у себя болезни, и не только болезни, к этому я пришел позже, а вообще все проблемы в жизни, именно своими мыслями, чувствами, эмоциями и образами, которые находятся у него в подсознании. Сейчас эта моя методика запатентована. Метод погружения и подсознательного перепрограммирования. Я готовил ее сначала как диссертацию, но потом, когда мой друг защищал диссертацию по сексопатологии, и я увидел, с какими он там столкнулся, ну, будем так говорить, трудностями или неприятными вещами, я понял, что лучше написать книгу. И вот эти свои догадки, открытия я изложил в первой книге «Возлюби болезнь свою». Здесь я подробно описал этот механизм, как человек создает себе боль и страдание. Давайте с вами немножко порассуждаем. Что такое боль? Сигнал? Да. Сигнал о чем? Что-то не так делаешь. Но это очевидно. Если мы сунем руку в обои, возникнет боль. Это нормально. Для чего она нужна? Чтобы сохранить. И не только руку, а вообще сохранить человека. То есть боль, как и температура, как и повышение артериального давления, как рвота, понос, то, о чем Путеникин говорил, это естественные реакции организма. Причем это самозащита. А точнее будет, более правильно будет говорить в новой модели, самосохранение человека. То есть сохранение самого себя. Значит, если возникает боль, ну, когда палец порезали, тут понятно, да? Вывод, там, будь осторожен, там, с огнем или с режущими предметами. А если голова болит? Тогда получается, я не туда сую, да? Или не о том думаю, может быть? А если возникает боль в сердце? А если какая-то опухоль? Что я не так делаю? И вот постепенно я исследовал все механизмы возникновения болезней, проблем. И пришел к тому, как я уже сказал, что именно мысли, эмоции человека создают ему проблемы. А точнее, сам человек, сам, создает себе болезнь. Вчера Триклебов говорил об ответственности и здравомыслии. Но что это такое? Что такое ответственность? С чего она начинается, ответственность? А начинается именно с нас, самих. То есть мы, я, только я несу ответственность за свое здоровье, за свою жизнь, за свое материальное благополучие и вообще за отношения с окружающим миром. То есть нет виноватых в этом мире. И вообще чувства вины в природе не существует. Разве волк виноват, что он съел ягненка? Ему кушать хотелось? Но почему-то мы рассматриваем. Я на ВИЧе здесь множество раз слышал. И мне это, честно говорю, было неприятно слышать. Где-то на полянках, там, на книжных развалах. Вот масоны, вот евреи виноваты во всех наших проблемах. Вот армяне здесь купают земли. То есть уже начинаем наших, как говорится, братьев обвинять. Так? То есть кто-то, кто-то создает нам все проблемы. А не пора ли нам, дорогие наши, обратить внимание на самих себя? Поймите одну простую истину. Если вы начинаете обвинять или критиковать кого-то, вы теряете свою энергию. Вы ее начинаете отдавать тому, кого вы критикуете. Может быть, хватит подпитывать своей энергией масонов? Некоторую литературу почитаешь, но столько агрессии. Ну да, вроде бы все правильно написано, но агрессия просто исходит оттуда. Огромным потоком. Ведь это же все энергия. Есть на Востоке такая мудрость, куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь. А что такое кровь? Это материальная часть души. То есть мы сами, сами отдаем свою душу. Образы какие у нас в голове, если мы кого-то критикуем, осуждаем? Какие? Что, добрые, хорошие? Прекрасно. Академика Павлова, знаете? Он известен не только тем, что над собачками опыты ставил. Все-таки самое главное его открытие в том, что он доказал то, о чем говорю я сейчас. И когда мне в Москве один главный психотерапевт говорит, ну это спорно, то, о чем вы говорите. Я говорю, ну тогда нужно у Павлова забрать мобилевский премиум, который он получил за свои открытия. Он говорит, как это? Я говорю, ну как. Условный, безусловный, трек. Если вы в голове удерживаете какой-то образ, значит этот образ на вас влияет. Называет не только у вас отделение слюны или желудочного сока, но и другие реакции. В том числе и повышение артериального давления, выброс крови, гормонов и других веществ. То есть ваш организм реагирует на то, что вы в себе носите. Есть замечательная притча по этому поводу. Два монаха, старый и молодой, возвращаются в храм. И вот на пути бурный поток, и девушка на той стороне не решается его перейти. И вот пожилой монах подходит, берет ее на руки и переносит на другую сторону. И они идут дальше. И вот около храма молодой не выдерживает и спрашивает. Слушай, как же так? Нам же не только приближаться к женщинам нельзя, даже думать о них нельзя. А ты, мало того, что приблизился, взял ее на руки, перенес. Он говорит, ты знаешь, я ее оставил там, а ты ее несешь до сих пор. А теперь подумайте, каждый из вас, сколько вы носите в себе обид, злости, жалости, осуждений. И все это явно непозитивно сказывается на вашем здоровье и на вашем самочувствии. Согласны? Да. Согласны. Вот о том, как работать с этими мыслями и эмоциями, с негативными, так называемыми негативными, да? Описано в этой книге «Возлюби болезнь свою». И я пришел к тому, что вообще в этом мире нет отрицательной энергии. Ее не существует. Не надо рассматривать темные силы, как врага. Потому что что такое темнота? Это одна из разновидностей света. И в этом мире, в окружающем, есть просто энергия, разные ее проявления. И в нас самих есть эти энергии, созидательные и разрушительные. Они существуют. Они необходимы для жизни. И поэтому, если кто-то вам сделал больно, на самом деле, задумайтесь, чем вы привлекли этого человека в вашу жизнь. Именно вы его привлекли. Именно вы где-то внутри себя захотели, чтобы вам сделали больно. Как это не абсурдно звучит, но это факт. Потому что есть несколько сил для развития. Внешние силы и внутренние силы. Если ваших внутренних сил недостаточно, если у вас не все в порядке внутри, подключаются внешние силы. И как раз внешние силы начинают вас пинками подгонять. Потому что, если вы больны, это первый признак того, что вы остановились в своем развитии. Это законы природы. Потому что боль именно то благо для человека, почему называется «возлюби болезнь свою». Я здесь неоднократно подчеркиваю, что боль, болезнь – это благо для человека. Оно показывает ему, что он остановился в своем развитии. Потому что дальше, если ты не понял, дальше смерть. То есть, как я называю, эта болезнь – это последнее китайское предупреждение. То есть, если не понял, не осознал причину, не понял, что тебе нужно дальше развиваться, все, тебе смерть. И если раньше, да, я испытывал какую-то жалость, у меня сейчас нет жалости к больным людям абсолютно. Это не значит, что я стал жестоким человеком. Нет. Я просто понимаю, что человек потратил свои лучшие годы на то, чтобы создать себе страдания. Но это его выбор. Если ему нравится страдать, нравится быть в роли жертвы, почему я должен его в чем-то разубеждать? Новая модель сознания я посвятил тоже одной из своих книг «Прививка от стресса» или «Психоэнергетическая айкидоса». Вот эта книга. Если вы начинаете в своей жизни новый путь, кто-то уже по нему давно идет, кто только начинает, только узнает, то это как раз книга для вас. Эта книга, можно сказать, учебник при переходе со старой модели, с модели жертвы, в новую модель, модель хозяина. То есть каждый должен почувствовать себя хозяином. Вот она ответственность. Я хозяин своего тела, своей жизни. Обладев новой моделью сознания, вы очень легко сможете общаться с людьми. Вам многие вопросы будут сразу понятны. Человек просто выступает, будет сразу понятно, кто перед вами. Например, вы смотрите «Кандидаты в президенты». Да, смотрите. Ну-ка, кандидат в президенты. На лицо его посмотрели, а у него лицо больное. Ну как один президент одной известной страны, соседней. Теперь скажите, может ли управлять государством больной человек, который не умеет управлять своим телом? Вот вам ответ. Прежде чем говорить об управлении государством, выходит докладчик, сам больной человек. И он начинает учить нас, как надо управлять государством. Я ему не верю. Почему? Он не научился управлять собой. А начинать-то нужно именно с себя. Сначала приведите в порядок свое тело. А это придет через то, чтобы привести в порядок свой разум, свои мысли. Поменять свое мировоззрение. А это, поверьте, не так просто. У нас люди проходят 10-дневные семинары. Еще после 10-дневных семинаров еще видят, что не все еще изменилось. Там еще работать и работать. Навести порядок в семье. В Древней Руси десятником кто мог стать? Совершенно верно. У которого... Да, власть в семье. Сколько у нас таких семей? Нет. Кто курит и пьет? Не надо про всех. Кстати, вот это вот все, это наведение сглаза и порчи. Поэтому пока не поздно, снимите ее. Это действительно очень серьезно. Мы сами наводим сглаза и порчу, а потом удивляемся, откуда она к нам приходит. И бежим к бабушке, вы стеби с меня. А на самом деле, кто автор сглаза и порчи? Мы же сами. Когда кого-то обвиняем, ругаем, говорим, все негодяи, все мужики сволочи, да? Все бабы-стервы и так далее. А мы там удивляемся, почему не можем встретить нормального мужчину или нормальную женщину. Да потому что у нас в подсознании запись, ну все же вот такие. А раз все, значит, я хорош, все. Шесть миллиардов, да? А оказывается, знали-то одного. Я когда вот пришел к этим открытиям, я понял, что нужно действительно менять мировоззрение. Ну как его менять? Ведь что такое мировоззрение? Это воззрение на мир. Это совершенно новый взгляд на мир. Это совершенно другие образы. Я стал искать эти образы. Сначала мне действительно очень сильно помогли книги Мегре. Как там критикуют, не критикуют, такой-сякой, неважно. Там прекрасные, красивые образы. Образы, которые могут действительно раскрыть в душе свет у человека. Именно из этих книг-то я впервые узнал о ведической культуре. Это потом уже пошли журналы «Ведическая культура», знакомство вот с Игорем Александровичем и вот то, что я здесь сейчас навечу. То есть нужно новое мировоззрение, новая культура. Именно это мы сейчас и возрождаем. Но вместе с этим нужно действительно научиться овладевать новой моделью сознания. То есть научиться благотворно, мы так это называем, искусство благотворного взаимодействия с окружающим миром. Психоэнергетическое айкидо. Да, что такое айкидо? Вы не нападаете на человека, вы утилизируете его энергию, даже если он на вас нападает. И обращаете его благо. То есть вы не теряете энергию, вы ее накапливаете. Если мы кого-то жалеем, мы что с энергией делаем? Мы ее отдаем, мы ее теряем. Если мы переживаем за кого-то, что такое переживать за кого-то? Это значит жить его жизнью. Это уже вампиризм. Сколько матери из вас переживают за своих детей? Не надо про всех. Не надо сглазать в море. О себе говорите. Вот она ответственность. Только за себя. Отвечаю. Правильно? Какие мысли при этом? Какие образы в голове, когда мы о ком-то переживаем? Позитивные? Нет. Негативные. Пожелание смерти. То есть мы сами же своим близким желаем смерти. А потом удивляемся тем проблемам, которые происходят в нашей жизни. То есть очень важно, очень важно изменить свои мысли, свои мышления. перейти со старой модели в новую. Но опять же, с кого нужно начинать? Себя. Вот я, например, 12 лет не пью спиртное. Я просто, ну в одно время, я пришел к одной женщине, мне было тогда интересно, изучал гипноз. Были интересны все вот эти вот ритуалы, целительные, магические. И вот меня друг привел, говорит, вот она там выливает на яйцах. И вот мне там вылилась бутылка с пробкой. И она мне говорит, тебе пить нельзя. Я говорю, так я не пью. Она говорит, как не пьешь? Ну если я рюнку выпил на праздник, что я пью что ли? Говорит, вообще нельзя. Я говорю, что это же пиво. Говорит, пиво тем более. Даже вина, я же в Трьму живу. Говорит, даже вина хорошего. Говорит, вообще нельзя, понимаешь? Я говорю, понял. Через полгода приезжаю, к ней опять иду, думаю, знаете как, это хитрожопость такой термин есть, да? Я говорю, ну уваживать вдруг можно. Она, значит, опять там этот рецепт совершает, опять выливается бутылка, а на ней же в виде пузырьков крест. Она говорит, тебе крест поставлю на спирт. Понял? Я говорю, понял. Это прошло уже 12 лет. Значит, 12 лет я спиртной не пью. Потом я взял лекцию профессора Жданова. Здесь она есть на столах. Кто еще не взял, возьмите обязательно. Лекция замечательная. Я алкоголизмом, лечением алкоголизма занимаюсь уже очень давно. У меня есть своя методика, прекрасная методика. Но когда я включил его лекцию, это было в 11 часов вечера, она почти 4 часа, я ее не выключил. Я ее дослушал до конца. На диске, да? На диске, по-моему, есть. На диске, да. Обязательно возьмите. Прекрасная лекция, замечательная. Он там доказывает, что русскому человеку спиртного пить вообще нельзя ни капли, так же, как и чукчин. Нельзя, понимаете? Культуры питья для русского человека нет и не может быть. Только трезвость. Только трезвость. Также и в отношении сигарет. Вы можете что угодно говорить, но если вы курите, я вас слушать не буду. Это как на одном из семинаров один мужчина поднял руку и говорит, я с вами не согласен. Я говорю, почему? Я вот курю, значит, я себя люблю, я себе доставляю удовольствие. Я говорю, хорошо, вашим легким хорошо от того, что вы курите? Нет, не хорошо. Так значит, вы себя не любите, вы себя уничтожаете. Вы идете к смерти. Нет, я себя люблю, потому что я доставляю удовольствие. Ну, слово удовольствие и радость, вы знаете радость, да? Довольствие уда или радость, да? То есть излучение света. То есть совершенно разные понятия. Потом он мне в конце подает мне визиточку, а там написано «целитель». Понимаете, это человек психически ненормальный. И вообще, кто курит и пьет, и употребляет наркотики в любом виде. Это человек, человек психически ненормальный, шизофрени. Это я просто говорю, как специалист. Почему? Что такое шизофрения? Это расщепление сознания. То есть каждый нормальный человек знает, что он уничтожает себя секретами алкоголя. Так? То есть одна часть, которая вас уничтожает ради удовольствия, другая часть, которая хочет жить. Вот оно, расщепление сознания. Это типичная шизофрения. Когда мы начинаем обижаться на кого-то, обвинять кого-то, критиковать кого-то, это та же самая шизофрения. Пора становиться здоровыми, нормальными людьми. Вот оно, здравомыслие. То есть когда каждая ваша мысль дарует вам здоровье. Лично я так это понимаю, здравомыслие. Каждая ваша мысль, каждый ваш образ, значит какие образы у вас должны быть? Светлые, радостные, полноценные образы. Которые везут к жизни, к здоровью, к процветанию вас и вашего рода. И для меня это очень важный критерий. Еще, когда вы кого-то в чем-то убеждаете, вы на самом деле кого убеждаете? Себя. Самих себя, совершенно верно. Потому что каждый человек в этом мире есть отражение кого? Себя. Он отражает какую-то мою частичку, моего подсознания, моей души. Теперь, вот этот ваш образ жизни, новый образ жизни, ведическая культура, новое сознание. Как вы это будете воплощать? Вот вы сейчас приедете домой, так, окунетесь опять, вы, да? Как вы будете, что вы будете делать? Здоровьем заниматься. Вот мы были на семинаре, на семинаре были в Киеве. Мы выходим в скверик, небольшой скверик. Там стоят какие-то стенды. Ну, мы так, проходим мимо, что же там такое? Стоят культурно одетые люди. Вот, пожалуйста, где-то, подойдите, посмотрите. Ну, а там свидетели Иеговы, да? Евангелисты, свидетели Иеговы. Симферополь, они ходят там по набережной, толпами, да, или парами. И вручают вам литературу. Ну, мы знаем, какого рода литературу они надают. То есть, они активно действуют, понимаете? Они активно действуют. Вспомните, как большевики приходили к власти. Понятно. Ну, начиналось все с искры, да, с информации, посеяли образы, образы светлые, да, земля, христианам, власть, народу. А что, поймите, что каждый из вас лично сделал для того, чтобы привнести новую модель сознания, новый образ в этот мир? Просто каждый должен перед собой держать отчет. Вот это и есть ответственность. И опять же, начинать с себя. Как я вообще к жизни, или к смерти? Вот вопрос. Первый, который вы должны задать себе. Или я самоубийца? Шизофреник? Или я нормальный, здоровый человек, здравомыслящий человек? Вот каждый вечер себя спрашиваете, а что я сегодня сделал? Заведите дневник. У меня был такой дневник, просто мне начать не нужно, потому что все в голове это держалось. заведите себе дневник. Дневник самонаблюдения. То есть, что я сделал для того, чтобы стать здоровым, стать счастливым, себя сделать здоровым, там, свою жену, или своего мужа, своих детей, своих друзей, родственников, соседей, весь народ, всю, свою родину, всю землю. Что я для этого сделал? И начните опять же с мыслей, с образа, потому что они рано или поздно воплотятся в жизни. Строительство дома, с чего начинается? С фундамента. Да не с фундамента. С смысла? С фундамента. С фундамента. С образа, с мечты. А потом уже идет архитектор и проект, потом уже фундамент, потом стены, крыши и так далее. С фундамента не нужен. Ну, кого-то не нужен. А у нас нужен. Значит, поэтому что? Начинайте с светлых образов, в смысле, а потом уже конкретно это все проявляется, ваше новое мировоззрение проявляется в жизни, в яви проявляется, в конкретных делах, в отношении к окружающим людям. Кто-то вам на ногу наступил ваша реакция? Спасибо, что вы здесь еще. Спасибо, что вы здесь еще. Можно дать по морде. Но только с любовью. А вообще, конечно, задуматься надо, да? А для чего я туда ее подставил, для чего мне это нужно было, чтобы не наступили? То есть разумно подходить к каждой ситуации в жизни. Только без фанатизма, да? А то кошка перебежала дорогу, ой, о чем-то, не что, как, да? Нет. Спокойно, без фанатизма, анализ жизненных ситуаций. Как раз в этой книге прививка от стресса. Это объясняет. Другая замечательная книга «Сила намерения». Или о том, как реализовать свои мечты и желания. Что это название? «Сила намерения». Это опять, о чем эта книга? О том, как уметь ставить цели в жизни. Потому что я убедился, что многие люди вообще не знают, чего хотят. Ниже в саде. То есть они живут, точнее, они не живут, они умирают. На самом деле не живут, я еще раз подчеркиваю. Большинство проблем у людей именно в том, что они не хотят жить в этом мире. А потом удивляются, почему же приходят другие люди, более сильные, которые хотят жить в этом мире. Поэтому они земли скупают, поэтому у них деньги есть. Как только вы захотите жить, как только вы захотите жить, у вас все появится. в том числе и деньги. Столько, сколько хотите. Столько, сколько вам нужно. Об этом книгах «Будь богатым». богатство для меня – это понимание не большого количества денег. А слово «богатство» от какого слова? Бог. То есть путь к Богу. Ты – Бог. Да, ты – Бог. Ты должен проявиться как Бог в этом мире и во всех ипостасях, в том числе и в умении владеть деньгами. В том числе. Поэтому для меня, например, Рокфеллер не является богатым человеком. Он просто финансово состоятельный. Но он 30 лет болел неизлечимой болезнью. Я не могу назвать его богатым. У него не было здоровья. Если у человека нет семьи, он тоже не богат. Пока не создать семью. Причем дружную семью. Не брак. Да? А союз. Прекрасный союз. Двух любящих сердец. Если у тебя нет друзей, единомышленников, ты тоже не богат. Да? И есть то, и рублей, и есть то, и друзей. А лучшее то, и другое. Если у тебя нет пространства для жизни, как ты можешь родить 9 детей? Выполнить долг перед родом в однокомнатной квартире? Да даже в трехкомнатах. Да не получится. Нет территории, нет пространства для жизни. Поэтому параллельно нужно этот вопрос решать. Но для этого сначала нужно определиться, а где я хочу жить? В каком месте? Как вот мы с женой определялись, мы ходили, искали это место. То есть нужно найти это место, решить для себя. Понимаете? Везде нужно ваше решение, ваша мысль. За вас никто ничего решать не будет. Важно это понять. Не ждите пока. Придет добрый дядя президент и все за вас решит. Начинайте с себя. И каждый будет соответствовать со своими желаниями, наклонностями, профессиональными особенностями делать свое дело. Но важно, чтобы это были действительно люди здравомыслящие, ответственные. Именно таких вы будете привлекать в свою жизнь. Таких вы привлечете только тогда, когда сами станете таким. потому что наше окружение, это чье окружение? Наше окружение. И кого оно отражает? Нас самих. Если рядом с вами есть люди злые, значит вы сами кто? Злые. Если у вас встречаются жадные люди, значит кто? Жадные. Все. И ничего тут другого быть не может. Прихожу на рынок, открываю книгу. Написано. Эта книга поможет вам защититься эффективно от энерго- информационных паразитов. Все, я книгу откладываю, она мне неинтересна. Почему? Старая модель сознания. Зачем она мне? Слово защита. Здесь много раз звучит слово защита. На вечер. Защита подразумевает нападение. Значит вы в душе уже нападаете. Боретесь. Когда вы боретесь со злом, вы что приумножаете? Зло. Зло приумножаете. Потому что сила действия равна силе противодействия. Медицина борется антибиотиками с микробами. Что? Микробы становятся более сильные, более выносливые. Там уже никакие антибиотики не берут. Уже вирусы появляются, которые ничего не могут взять. Да, тараканов раньше еще больше становятся. Я с тараканами договорился, они ушли. Но будет трудный стол, но учу как это делать. А пленных не привели? А? Анекдот такой есть про таракан. Нет, это не про меня. Наши победили и пленных привели. Нет, не привели. Круглый стол, я думаю, руководители объявят. Вообще все круглые столы, в мой том числе. Хочу завершить выступление, потому что мое подсознание уже говорит о том, что пора наобедать. Да? А я привык слушать свое подсознание, доверять все-таки в первую очередь себе. Я вам так скажу. В отношении всех этих практик. Я когда-то занимался и голоданием, и по шаталовой питался. Это не просто вегетарианство, это строжайший вегетарианство, я бы так сказал. Потом меня после этого шатать начало. Не зря методика шаталова. Ну, я весил 72 килограмма до занятий этой методикой. После занятия 65. Ну, сейчас 80, да? То есть, нормально. Но мне просто... Потом я обратился в первую очередь к себе, внутрь себя. И мне мое подсознание, моя душа подсказала, что тебе этим заниматься не нужно. Слушай себя. Тебе вот на данный момент нужно есть то, что тебе хочется. Именно хочется, не так, что... Это так же, как про сигареты. Полезно. Нет. Не в этом плане. В отношении мяса... Жена моя мясо практически не ест вообще. Я ем мясо иногда, вот свежее шашлык иногда. То есть, практически... То есть, ну, я хочу с чего начать? То есть, чем закончить? В отношении питания. Прежде всего, измените свое сознание. И я заметил, что с изменением сознания изменяется отношение к еде. Действительно, мясо уже есть не хочется. Просто не хочется. Я говорю, я еще, хоть и других учу, но я сам еще на переходном этапе, да? От старой модели к новой. Да, может быть, я уже там больше владею, чем кто-то другой, кто только начал. Но, тем не менее, еще бывают моменты, где я могу там разозлиться, могу... Морду дать. Ну, время. Что вам пожелать? Дорогие мои, не теряйте свою личную силу, накапливайте ее. То есть, действительно, придите к здравомыслию, к ответственности. Научитесь брать на себя ответ. Именно не просто брать, а проявите эту ответственность в жизни. Проявите себя хозяином своего дела, своей семьи, своей улицы, пространства, в котором вы живете, своей Родины и так далее. В силу своих возможностей, в силу своих знаний. И в заключение хочу зачитать стихотворение моего папы Владимира Синеликова. Вот я 4 года настаивал на том, чтобы он издал свой сборник. Наконец-то он вышел в свет. Называется «Алтайские и другие мотивы». Тут и стихи, и проза, родословная наша. Замечательные у него стихи. Я когда 5 лет назад услышал о его стихи, я, честно говоря, вообще по-другому поспал от своего отца. Пусть я всего лишь малая частица в пространстве без начала и конца, но мне дано навеки причаститься большим делам по замыслу Творца. Причем тут я и миросотворение. Любой из нас незримо связан с ним. Бушует космос, синтез и деление, но мир един по сути, неделим. Моя душа является нетленной, сокрыто в ней бессмертие ядро. Из века в век шагаю по вселенной. Мне здесь творить предписано добро.